Любимые, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале Жизнь без Невроза. И сегодня мы с вами говорим на такую интересную тему. И тема у нас действительно непростая, но реальная, возможная. Как оставаться спокойным, как контролировать вот эти все истории, которые у нас бывают, с вами случаются в течение дня. И не всегда мы можем понять, что произошло, почему произошло, как это сработало и для чего это сработало. В общем, у всех у нас есть действительно некоторые моменты, которые делают нас либо психологически возбужденными, либо более лоббильными. И я не говорю с вами сегодня о каких-то неврозах, депрессиях, тревожных состояниях. Я говорю часто о том, что волна спокойствия не всем доступна очень быстро и не всегда можно понять, что происходит. Так как же оставаться, серфить на этой волне, которая действительно для кого-то будет более полезным, для кого-то будет менее полезной. Ну, собственно говоря, лавировать на ней нужно всем. На что обращать внимание, что делать и как себе помогать. Вот эта волна спокойствия – это псевдоусловная волна. Почему я говорю псевдоусловная волна? Кудряшки накрутила, теперь смотрю, думаю, не надо было, наверное. Ну, ладно. Возвращаюсь. Первый-первый, я второй. Прием. У Алены сегодня три приема. И поэтому сегодня небольшое такое видео вам снимаю. Небольшое совсем. Спокойствие. Как говорит, как сказала мне женщина, которая сегодня была утром на консультации, спокойствие мне только снится, ведь я руковожу двумя проектами, еще у меня есть дети. И да, действительно, в некоторых ситуациях это условное спокойствие, которое сейчас есть, а потом его нет. И человек спрашивает, а может быть какая-то диета мне поможет, а может быть мне поможет какой-то один отвар трав, а может быть мне поможет микроэлементы. Алена, помогите. В общем, что хотелось донести. Что у каждого в жизни случаются моменты, когда нельзя все учитывать, все держать под контролем и, собственно, все-все-все-все контролировать. Очень часто, когда вы испытываете какую-то стрессовую ситуацию, какую-то ситуацию, в которой просто эмоционально напрягаетесь, например, даже учите что-то, переучиваетесь, у вас дополнительный стресс. Так как его обезвредить, как я говорю? Всего лишь, друзья, все, что вы можете сделать, это первое принять и сказать, да, я сейчас в такой ситуации. Да, это у меня. Обезвредить это для своего мозга. Следующее, это действительно придерживаться рациона дня и рациона питания. К чему это? К тому, что человек, который находится в длительном стрессе, он очень часто истощен. Поэтому то, что связано с работой мозга, вы обязаны пополнять ресурсничек. Следующее, оставаться спокойным, когда летят акции, когда летит какая-то биржа, да, там что-то слетает с деньгами, очень сложно, но тоже возможно. И в этой ситуации работает не практика, когда я все решаю быстро, на горячую голову, а я жду, наоборот, подождать, пока все чувства уйдут и заняться каким-то другим делом. То есть переключиться на что-то. Кому-то нормально заниматься чем-то, а кому-то ненормально заниматься чем-то, когда он стрессует. Соответственно, помыть машину, позвонить дочке, позвонить мужу, позвонить свекрови и сказать привет, как дела, и на самом деле ничего не ожидая, послушать о том, как у нее болит нога или там как на работе что-то у кого-то происходит, это значит отвлечь свое внимание от горячей точки, которая сейчас болит лично у вас. И после того, как вы отвлекли и ваше внимание сместилось, очень для себя важно вернуться туда, где вы есть, и сказать, вот прямо сейчас я уже у себя дома, и сейчас я готов справляться. Что мы сделали? Перевели фокус, вернули состояние и с холодной головой можем решать проблемы. У меня, например, сейчас вам говорю, прикол выдам, прикол прям, вот прикол, прикол. Никакого прикола на самом деле. У меня часто бывает, что слетают, например, какие-то записи. Ведь когда человек обращается с другого континента и он еще там что-то имеет, хочет решить, это отменяется. Тут я снимаю видео, тут идет проект «Жизнь без невроза», тут рядом ремонт. В общем, вот когда такая происходит история, начинается просто стресс. И это нормально. Я не сажусь на коврик, не принимаю позу дзен. Я просто, бывает, отвлекаюсь, беру какую-то паузу и занимаюсь одним делом. Что помогает вообще сохранять спокойствие? Это одно, есть такая практика, в mindfulness, одно дело за раз. То есть я могу сегодня выполнить вот это, пусть у меня 500 миллионов дел, но я сосредотачиваюсь на вот этом. И это будет сегодня главное. И даже если это главное, обломалась, обвалилась, как у меня однажды обвалилась консультация сразу, за, ну не буду говорить, за какую сумму, но этой суммы мне хватило, чтобы я не вела еще две недели консультации и не вела еще в свой курс. Соответственно, соответственно, друзья, и вот когда такая история, тогда очень сложно хорошо, комфортно себя чувствовать. Но возможно. Как я отвлеклась, я просто занялась делом. И когда очень тревожно, помогают травмы, расслабления, медитации, собственный психолог, супервизор, и иногда массаж, иногда сауна. Все, что работает с вашим телом, тоже хорошо. Но главное, уметь управлять мыслями. Поделитесь, друзья, как вы управляете мыслями, что у вас происходит, и как вы вообще это все воспринимаете. Вы на канале Соленой, пишите комментарии, и до новых встреч, друзья. Я вас очень прошу, пишите вопросы, которые вас интересуют. В телеграм-канал переходите. Я там скидываю очень много полезных видео, которые на повседневной основе круто заходят от пожилого до молодого. Пока-пока.